Гиперовый узор. Вот такая интересная схема этого узора. Вяжется он не очень стандартно, я бы сказала. Давайте посмотрим повнимательнее. Сейчас буду показывать на ровно образец у меня будет, так же как и схема. Тут раппорт 8 петель, в этой схеме у нас 3 раппорта. То есть нужно набрать 24 петли плюс 1 петля для симметрии узора. Итого 25. Вот я набрала эти 25 петель. Делаю петлю подъема и столбик без накида. Теперь пропускаю 3 воздушных петли начальной цепочки. И в четвертую буду вязать столбики без накида. Один свяжу, а потом покажу одну хитрость. Цепочку я набрала посвободней, на всякий случай. Следующий столбик, вот если посмотреть на схему, у нас будет, так же пропустив 3 воздушных петли. Но сейчас мы будем вязать веерочек, и все это у нас убежит. Поэтому вот на этот столбик, в это вот место, куда мне нужно будет вязать следующий столбик, я повешу маркер. Ну, пока вяжем то, что у нас по схеме. Значит, здесь у нас 3 столбика с одним накидом. И вроде бы нужно связать еще 3 столбика. Но не торопимся. А вяжем 6 воздушных петель. То есть нам нужно связать вот этот верхний язычок, как бы. Делаем 6 воздушных петель. 4, 5, 6. И теперь пропускаем 3 петли. На 4 вяжем столбик с одним накидом. И на следующих петлях так же вяжем по столбику с одним накидом. То есть здесь 3 столбика с одним накидом у нас получится. А вот теперь довязываем веерочек. То есть делаем еще вот тут вот 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. И вот в отмеченную маркером петелечку вяжем столбик без накида. Повторяем вот такие раппорты еще 3 раза. Это у нас будет первый ряд. Вот у меня готов первый ряд. То есть явно видно вот у нас тут 3 раппорта. Но вот эти вот опрокинутые веерочки у нас будут располагаться вот между этими вот выступами. Поэтому по краям ряда вот в данном случае у нас будет половинки таких веерочков. Всего вот в этих веерочках, если мы так сказать внимательно посчитаем, 13 столбиков. А в половинке будет 6. В первой половинке, поскольку вот петли подъема будут как бы седьмым. Ну и в конце их будет 7. Давайте приступим. Делаем 3 воздушных петли. И начинаем вязать вот этот веерочек. Куда мы его вяжем? Состоит он из столбиков с одним накидом. Первые 3 столбика мы вяжем на 3 столбик. Вот это вот веерочка первого ряда. Все столбики у нас не довязаны. 2 3 И еще 3 столбика мы вяжем на столбиках вот этого вот язычка. 2 3 Итого мы связали 6 столбиков. Ну и вот петли подъема у нас будут седьмым. Провязываем все это вместе. Делаем 4 воздушных петли. И прикрепляемся вот к петлям подъема вот этой вот выпуклости. Столбик без накида. Делаем 3 воздушных петли. И теперь мы будем вязать уже целый вот такой вот веерок. Начинаем мы его вязать вот по цепочке подъема. Вот тут вот, где мы вязали, где у нас 3 столбика, вот в этом вот язычке. Здесь мы вяжем 3 столбика. 1 Теперь 3 столбика мы вяжем вот на этих 3 столбиках. Так же. 1 2 3 Это у нас уже 6 столбиков. 7 центральный столбик мы вяжем на столбике без накида. И теперь поднимаемся наверх, то есть 3 столбика на 3 столбиках с одним накидом. 1 2 3 И 3 столбика, вот на этих вот тоже 3 столбиках, которые условно назовем язычок. 1 2 3 Итого вот у нас тут, сосчитать сложно, должно быть 14 петель. То есть 13 столбиков и еще вот петля первая. Но теперь их нужно аккуратненько провязать все вместе. И эту ниточку подтянуть. 4 воздушных петли. 1 2 3 4 Столбик без накида вот на петлях подъема. У этого язычка. И так же вяжем следующий, вот такой вот опрокинутый веерок. В конце ряда у нас будет половинка, то есть будет 7. А 7 столбик будет вот последний столбик без накида. Закончил этот ряд. Для перехода к следующему ряду мы свяжем цепочку из 10 воздушных петель. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 Пропустим 3 петли. Дальше свяжем 3 столбика без накида. Это будет вот такая как бы половинка. Вот это вот подъема язычка. 3 столбика мы вяжем вот в центр нашего веерочка. 1 1 2 3 3 столбик без накида над столбиком без накида. Вот он у нас. Теперь 3 столбика в центр. вот этой вот конструкции. И делаем такой же вот язычок, как мы делали в первом ряду. 6 воздушных петель и 3 столбика с одним накидом, начиная с 4 петли от крючка. И еще 3 столбика в центр этого веерочка. 1 2 и 3 И столбик без накида над столбиком без накида. Теперь вяжем 3 столбика с одним накидом в следующую верхушку повернутую веерочка. 1 2 и 3 Опять делаем такой же вот язычок. 2 На нем 3 столбика с одним накидом. 3 столбика с одним накидом в центр. 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 делаю 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 но по идее тут должно быть конечно 6 хотя на схеме 5 давайте я сделаю в общем то вот такой же язычок только здесь у нас будут столбики без накида будет три столбика таких вот и еще один столбик в центр и теперь мы поднимемся по этим столбиком с соединительными столбиками для перехода на следующий ряд последний соединительный столбик у нас будет под поворот воздушная петля и еще вот повернемся сюда же столбик без накида и дальше 3 воздушных петли и вяжем вот такой же вот большой веерок уже вот сюда вот то есть три столбика у нас будет здесь три столбик над центральный над столбиком без накида то есть в общем то весь рисунок повторяется здесь у нас будет три целых столбика если вот первый раз мы вязали две половинки если первый раз мы вязать две половинки два целых то есть будут три целых ну и в общем то дальше все уже я так думаю понятно вот что получается когда уже связано некоторое количество рядов почему я назвала этот узор кипюровым обратите внимание на плотных кипюрах тоже есть вот такие вот выпуклые участки как здесь правда эти участки получается с одной стороны узора другой стороны он в общем-то менее интересный а вот с этой стороны где такие вот выпуклые как бы полукруги он смотрится намного интересней вяжется он конечно довольно сложно но с другой стороны в готовом изделии это не очень понятно что это вот вязание ты действительно напоминает такой вот промышленный гипюр промышленное кружево естественно лучше всего такой узор подходит для женских вещей может быть детских достаточно плотная то есть тут вот отверстие очень мало то есть достаточно плотный узорчик и и если вот вязать какую-то вещь сверху вниз могут получиться вот такие вот внизу фистончики вот я закончила рядом с вершками не стала вязать эти язычки получились вот такие фистона и естественно и естественно если это не изделия просится их обвязочка там столбиками без накидом или рачьим шагом но тоже вот вверх ногами такой узорчик смотрится очень хорошо подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые ролики мне много идей так что впереди вас ждет много интересного успехов вам и легких петелек Sr. Субтитры сделал DimaTorzok и